Цифровизация стала ключом глобальной конкуренции и достижение лидерских позиций требует от наших стран постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения их бизнеса. Я их коротко перечислю. Первое – это формирование единой системы цифровой идентификации на нашем Союзе. Соответственно, унифицированные защищенные виртуальные проекции людей, если хотите, компаний на всем пространстве Евразес послужат отправной точкой для создания нашей совместной цифровой платформы. Естественно, мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве Союза. Об этом нужно серьезно поговорить и принять соответствующее решение. Второе – это важнейший элемент любой информационной системы защита данных. Весь электронный документооборот необходимо ввести в доверительной, универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на общих стандартах и о них договориться. Иначе мы просто перестанем распознавать друг друга, и средства кросс-цифрификации не будут работать уже в ближайшее время. А это угроза дезинтеграции. Третье – мы должны продолжить работу над системой документальной физической прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе. Для этого сделано уже очень много. Четвертое – для стимулирования цифрового развития мы должны провести инфидентализацию всех наших технологических ресурсов и возможностей открыть совместные центры компетенции в области технологии. Ведь у нас до сих пор в Евразии нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности. И, конечно, нам необходимо формировать условия, которые позволили бы нашим талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории Союза. Продолжение следует...